Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и трансферных слухах, связанных с красно-белым клубом. И сосредоточимся на подопечном бывшего наставника красно-белых, Мурата Якина, на футболисте сборной Швейцарии Угриниче, который может перейти в Спартак. Во всяком случае, об этом сейчас появляются инсайды, сообщения. Я думаю, вы догадались по фамилии, что это швейцарец из семей, так скажем, беженцев, релакантов и так далее, и у него, что очень важно, сербские корни. Так что парень не только сейчас тренируется под началом бывшего наставника Спартака Якина, он еще, пусть и косвенно, но получается, немножко связан с нынешним тренером красно-белых Станковичем. А вот нужен ли он реально команде или нет, давайте обсудим, потому что футболист-то сам по себе интересный, и есть у него очень серьезный плюс, который пригодится любой команде на свете. Но насколько он сейчас хорош для того, чтобы стать реальным усилением для красно-белых, ну давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на платформе Boosty, где будет выходить эксклюзивный контент, которого не будет на Ютубе. В частности, там вы сможете получить мои прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также на моем Boosty будут публиковаться ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И начнем мы с сезона 92-93 года, то есть после распада Советского Союза, на футбольный клуб «Авенир». И вот здесь, против этих полулюбителей, «Спартак» откровенно провалился. В первом, получается, дебютном матче в Еврокубках «Спартак» сыграл в ничью 0-0. Понятно, что результат неожиданный. Обсудим, как ЦСКА выступил в Лиге чемпионов, как «Спартак» дебютировал в качестве российской команды в Кубке Кубков. Все это будет на моей платформе Boosty. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, я много раз уже упомянул про то, что этот человек тренируется под началом Мурата Якина, потому что это интересный нюанс такой. Но все-таки следует напомнить, что помимо сборной Швейцарии, он еще выступает за не менее швейцарский Young Boys. Да, ту самую команду, где в свое время «Спартак» нашел себе Мартинша. И здесь, опять же, Мартинша следует упомянуть отдельно, потому что с того момента, как этот парень переехал в «Спартак», очень многое поменялось в судьбе у Гринича. В частности, этот футболист, который начинал карьеру скорее таким левым хавбеком, левым вингером и так далее, вот с момента отъезда Мартинша он стал все чаще и чаще появляться в центре поля. И сейчас он оказался уже скорее центральным полузащитником, нежели левым вингером. Во всяком случае, в последних сезонах, по большей части, он играл именно в этой роли. Ну и, кстати, я его как-то вот запомнил именно на этой позиции по матчу Лиги Чемпионов, где Young Boys вышел против Манчестер Сити. Там у Гринича в опорной зоне пытался остановить звездное нападение и звездную полузащиту Сити. Не особо вышел, конечно же, но тем не менее. Факт остается фактом. Человек на уровне Лиги Чемпионов выступает, а это серьезно. На Евро он, правда, недавно не смог заявиться в силу разных причин. Все-таки у Швейцарии есть определенный выбор игроков, но периодически его икин вызывает, и даже парочку матчей он в итоге успел сыграть при данном наставнике. Что это за футболист вообще в целом? Как я уже отметил, это универсал. То есть, если посмотреть на позиции на горячо нами любимом трансфер-макте, то там у Гринича, по-моему, везде успел показать себя, кроме вратаря, ну и, может быть, центрального защитника. Хотя, знаете, перевести опорника в центр защиты, да, это спокойное дело. Но, в общем, смысл в том, что это максимально гибкий футболист, и он может быть использован Спартаком в нескольких позициях. Позиция левого-крайнего, ну, скорее всего, уже не актуальна для Спартака, потому что Маркиниуса вот-вот должны подписать. Уже есть официальная почти что инфа на эту тему, потому что Маркиниус подписался на соцсети Спартака. Это, ну, практически роспись под контрактом в современной футбольной жизни. Ну, а что касается центрополя, вот здесь, ну, наверное, новый футболист пригодился бы. Тем более, у сербского тренера сербский центральный хавбек. Ну, понятное дело, швейцарского воспитания, но кровушка-то своя, кровь не вода. Так что, может быть, в этом и есть некий смысл. Может быть, Станкович из него сделает такого своего аватара и будет воспитывать некий аналог самого себя, чтобы вот этот Угринич стал новым классным центр-хавом. Кстати, опять же, следует отметить, что последнее время Угринич прибавлял, прогрессировал. В прошлом сезоне в Янг Бойс у него 13 очков по системе гол плюс пас в 34 встречах. Недурно, прям скажем. Да, наверное, не зашкаливающие цифры, но опять же, человек постоянно мотается между позициями и по большей части играл в центре поля. А для этой роли, в общем-то, неплохие цифры. По расширенной статистике тоже все очень неплохо. У него там и отборы есть, в большом количестве и перехваты, и обводки. То есть, это качественная статистика универсального игрока, который оказывается в разных ипостасях и везде оказывается достаточно полезен. При этом футболист опытный, 25 лет. При этом, опять же, как я уже упомянул, гибкий и способный адаптироваться под разные схемы и расстановки. Ну, неплохо. Неплохо. Во всяком случае, мне кажется, что это далеко не худший трансферный слух, который появлялся вокруг Спартака в последнее время. Перейдет ли он к нам, не знаю, но фактор Станковича, наверное, сыграет свою роль. Потому что можно быть сколько угодно гражданином Швейцарии. Но я думаю, для тебя свой серп, тем более легендарный серп, в центре полузащиты Интера, это все равно личность, это все равно, скорее всего, один из кумиров детства. Сейчас он стоит несколько миллионов евро по трансфер-маркту, скорее всего, придется доплачивать. Но, тем не менее, мне кажется, что это будет неплохой футболист, как минимум. И уж точно сильнее того, что здесь и сейчас есть у Спартака в центре поля. Забавно, может получиться связка Мартинса и Угренича, двух бывших молодых парней из команды Young Boys. Будет весьма символично. Продолжение следует...